Мы продолжаем наш прямой эфир и далее к нам присоединяется Илья Пономарев, создатель телеканала «Утро февраля», бывший депутат Госдумы Российской Федерации. Здравствуйте, Илья. Добрый день. Итак, вчера мы говорили о том, что в России отмечали День Конституции. Ей исполнилось 30 лет. Из них 24 года у власти Путин, который уже так переписал основной закон под себя и свою безграничную власть, что, кажется, дальше некуда. Путин идет на пятый срок, изменил Конституцию и присоединил к России украденные украинские земли. Теперь и там собирается проводить выборы себя любимого в президенты. В самой России верховенство права превратилось в верховенство бесправия. Путинскими судами вынесены сотни абсурдных по своей строгости и несправедливости приговоров людям, которые просто были не согласны с властью и хотели высказаться. Илья, как с этим всем быть потом в постпутинской России? Я знаю, что вы работаете над соответствующим проектом новой Конституции России. Да, совершенно верно. И подготовлен проект переходной Конституции, которая будет действовать временно в течение одного года. От момента смены власти до момента, когда уже на все народном референдуме будет принята нормальная полноценная Конституция. Тут к действующей Конституции у нее ровно две проблемы. Проблема первая, что народ России высказался против, а ее утвердили. Потому что на самом деле референдум по ее утверждению был проигран властями. Но накидали голосов. Ценой этого было избрание Живиновского в Госдуму в 1993 году. Ну и вообще она была принята на крови после расстрела парламента. И примерно половина регионов России ее просто отвергла даже по официальным данным. Большинство национальных республик в частности. Ну и, соответственно, вторая ее проблема в том, что она сделала Путина возможным. То есть мы сейчас говорим о том, что он там что-то поправил под себя и так далее. Ну, собственно, она ему это разрешила сделать. И Путин возник не как результат этих поправок, а наоборот, эти поправки возникли как результат Путина. Эта конституция была написана как конституция самодержавия Борисом Ельцином, для себя любимого. Чтобы ему никакие там парламенты не мешали работать. То есть люди перепутали демократию с властью демократов. И вот это, конечно, надо решить. И съезд народных депутатов, поэтому действительно занялся конституцией сам прямым образом. И вот сейчас такой проект существует. Ну, знаете, вы пока вот этот проект готовите. А в то же время в Кремле, видимо, готовится еще как-то сейчас переписать конституцию. И сейчас возник некий спор между председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Она считает, что Россия не нуждается в единой политической идеологии, закрепленной в Конституции. И в этом вопросе с ней не согласен глава Следского комитета Быстрыкин, который предлагает прописать государственную идеологию в основном законе страны. При этом мы знаем, что есть статья 13 Конституции Российской Федерации, где четко сказано, что в стране признается идеологическое и политическое многообразие. И никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. То есть, вот опять же яркий пример, правда ведь? Сказано в законе одно. Нет, давайте, значит, сейчас еще идеологию туда сунем. Ну, это просто пример на самом деле юридической безграмотности Быстрыкина, хотя он вроде как юрист, в отличие от Матвиенко, который специалист по сосудкам. Но вот Быстрыкин говорит о том, что надо менять те статьи Конституции, которые помечены как неизменяемые. И, соответственно, это нужно принимать новую Конституцию. Я, кстати, в этом смысле согласен, что надо принимать новую Конституцию, но вот совершенно по противоположной причине. Но он-то почему-то считает, что можно поправить это, что, в общем, задает вопросы по профессиональной пригодности тех людей, которые занимаются правоохранительной деятельностью в России, если они не знают тех вещей, которые проходят на первом курсе юридического факультета любого университета. Так, Илья, Путина завтра будете слушать? Скажите честно. Прямая лидия, видимо, состоится. Ну, думаю, что вряд ли я буду его слушать. Он же касается в режиме прямой или кривой, волнистой, изгзагообразной лидии, которую они там проводят. Но, конечно, потом надо будет посмотреть все яркие моменты его выступления, потому что, соответственно, для политики важно. Понятно, что основной смысл того, что будет происходить, это, собственно, его предвыборная программа, декларация того, что он собирается делать. И тут даже какие-то интонации, ужинки, ухмылки, шуточки, которые он, несомненно, будет там отмачивать, они, в общем, достаточно важны для понимания, что у него там творится в голове. Но интересно, какой вопрос завтра для Путина будет самый неудобный? Мы ведь понимаем, что наверняка разгневанных жен, мобилизованных к микрофону не подпустят. И на самый интересующий и волнующий россиян вопрос, согласно опросам, когда закончится война, Путин тоже отвечать не будет. Как вы думаете, тогда какой эффект будет иметь эта прямая линия, если там не будет ответа на самые главные вопросы, которые сейчас волнуют россиян? Или Путина это не волнует? Ну да, относительно вопросов, это, конечно, вспоминается старый анекдот, когда в 98-м году Примаков, премьер-министр тогда России, приходит к Ельцину и говорит, Борис Николаевич, у меня для вас две новости. А Ельцин ему говорит, ну, начинай с хорошей, понимаешь. Он говорит, хороших нет, Борис Николаевич. Вот так же и здесь относительно этого, значит, неудобных вопросов, и неудобных вопросов там не будет. Поэтому сравнивать степень удобности удобных вопросов, тут, в общем, довольно бессмысленно. Понятно, что действительно россиян, как показывает социология, впервые за многое время вопросы войны и мира волнуют больше, чем социальные вопросы. То есть традиционно всегда вопросы зарплат, пенсии, там и все прочее будут на первом месте. В первый раз вопросы, когда закончится война, вот вышли и вышли, наверное, на первое место. Но понятно, что он на эту тему будет говорить, что да, она уже, по сути, вообще закончилась. Да мы уже, по сути, все достигли, уже остались какие-то мелочи и так далее. Я думаю, что сейчас основная линия его избирательной кампании, она будет направлена на то, чтобы убедить всех о том, что ну вот-вот состоятся мирные переговоры с Украиной, вот-вот, значит, будет закреплено статус-кво, вот-вот, может, будет сказать о том, что то, за что воевали, уже произошло. Ну и, конечно же, будет говорить, мы тут вообще-то не с Украиной, да, со всем НАТО, со всей Европой воюем и так далее. Да-да, ну, это очевидная линия. Вопрос в том, что сегодня упирается в позицию украинского народа, который совершенно не готов признавать статус-кво. Ну и понятно, что на Западе будет большое количество людей, которые были бы готовы и договориться. Но только вот маленькая загвоздочка. Да. Другая тема, Навальный. Вам что-то известно, где он сейчас? Я напомню, что соратники Навального уже неделю не знают его местонахождение. Его несколько раз не подключили по видеосвязи к заседаниям суда, якобы из-за проблем с электричеством. В колонию к нему также не пускали адвоката. Два дня назад защитнику Навального сообщили, что оппозиционер больше не числится в исправительной колонии номер 6 в поселке Мелехово Владимирской области. Пресс-каритарь Путина Песков сказал, что мы не имеем ни намерения, ни возможности отслеживать судьбу заключенных. То есть послал, да. Сегодня появилась информация, что вроде бы Навального привезли в Москву, чтобы проводить какие-то следственные действия по новому обвинению. Какой вы владеете информацией, расскажите. Да-да, именно то, что вы сказали, то и происходит. Новая, это уже третья статья, да, получается? Да, ему вешают новое дело, которое вроде как выглядит самым маленьким. Там же предполагается 2-3 года лишения свободы. И, в общем-то, это на фоне уже имеющихся 19, наверное, большой разницы для Навального не делает. Но для, соответственно, его тюремщиков, конечно, новые звезды на погону. Ну, а тут уже его команда Алексея Пиаровская, она очень грамотная. Поэтому, конечно, они используют любую возможность для того, чтобы напомнить миру про судьбу российского такого заметного, многие говорят, политзаключенного номер один. Ну, мы действительно, при том, что я с Алексеем не согласен по очень многим политическим вопросам и по его мировоззрению, но, тем не менее, желаем, конечно, оказаться на свободе. Просто я считаю, что единственный способ для него, чтобы это случилось, это либо чтобы Украина его поменяла на тех или иных коллаборантов, либо чтобы просто Легион Свободы России дошел до того места, где он будет находиться в тот момент времени и его оттуда вытащим. Так, и снова о социологии. Значит, россияне дали оценку ходу войны против Украины. Есть свежие результаты соцопроса Левада-центра. Значит, итак, уровень поддержки действий российских войск в Украине в течение последних полутора лет наблюдений остается высоким. Большинство опрошенных, 74%, поддерживают действия армии России в Украине, не поддерживают 18 респондентов. Но давайте в детали важные. Примечательно, что больше всего поддерживают войну против Украины это старшие возрастные группы. Это 89% людей возраста 60+, 65+. Ну и также, понятно, телезрители путинских пропагандистских телеканалов, которые безотрывно, значит, поддаются этой промывке мозгов. Их 84%. Значит, уровень поддержки действий российских войск значительно ниже среди младших возрастных групп, всего 24%. Это как раз возраст до 24 лет. Среди зрителей YouTube-каналов 31% поддержки. Как прокомментируете, мне почему-то кажется, хочется верить просто в это очень, что уровень поддержки путинской войны еще меньше среди тех, кто имеет доступ к соцсетям YouTube. Или нет? Ну, конечно, реально гораздо меньше. Но от этого, что называется, не легче с точки зрения оценки состояния российского общества. Что россияне считают, что они на это не могут повлиять. И поэтому готовы отвечать так, как от них хочет грубая Москва, Кремль, центральная власть. Они не считают эту проблему своей личной. То есть они от этого абстрагируются. Это, конечно, очень плохо, потому что это такой цинизм. Когда идет убийство самого близкого к тебе народа, с которым огромное количество родственных связей, по сути дела, действия направлены на его геноцид. А ты там, знаешь, ну меня это на самом деле не касается. Вот это, конечно, очень печально. Потому что эти 74, они состоят из тех людей, которые действительно за войну, и тех людей, которые говорят, что моя хата с края. Вот в российском варианте. Нет, плохо. Это очень плохо, но это довольно быстро изменится после смены власти. Как только люди увидят альтернативу, что Путин не единственный, и не надо сидеть тихо, зажавшись в угол, то тут же они начнут говорить совершенно по-другому. Ну, как, знаете, было у Булгакова, то, что их испортил квартирный вопрос. Вот большинство россиян на данный момент и квартирный вопрос очень-очень сильный способ. Илья, я уже упоминал жен российских мобилизованных. Наверняка вы следите за тем, что они говорят, чего требуют. Да, мы уже неоднократно говорили в нашем эфире. Они в целом не против войны. Да, они требуют верните нам наших мужчин, потому что, значит, они там задолбались без них. Как вы думаете, этот протест представляет какую-то угрозу для Путина? Я думаю, что именно этот протест является самым опасным протестом внутри страны. Именно потому, что они выводят вопрос в принципе войны за скобки. Кто-то за, кто-то против. Не важно. То есть важно то, что делает власть в отношении своих собственных граждан преступной. Это тот вопрос, о котором не надо дискутировать. Да, относительно того, что надо воевать, не надо воевать. НАТО, охренеть. То есть вот об этом. Типа разные точки зрения, телевизор и все прочее. А то, что своих людей надо беречь, про это как бы никто не спорит. Именно поэтому с этим властью будет очень трудно побороться. Любые репрессии в отношении этих женщин, конечно, будут вызывать сочувствие. Их никак нельзя объявить просто иностранными агентами. И в этом это сила этого протеста, и в этом уязвимость власти. Да, но ведь это же и есть тот электорат, да, путинский? Он не обязательно путинский электорат. Тем более, что больше всего эти протесты поддерживает на самом деле КПРФ. Они дают возможность людям выходить на улицы, там подают заявки, которые нельзя отклонить и все прочее. То есть это как бы системная оппозиция, которая это поддерживает и старается использовать в своих интересах. Это не важно, да, то есть это все равно отряды власти. Но я к тому, что не обязательно, что эти женщины, они являются сторонниками Путина. Важно, что они не выступают против системы как таковой, да. То есть они выводят этот вопрос за скобки, а не про конкретную тему, которая их волнует, про своих родных, мужей, братьев, отцов, детей и тому подобное. И именно еще расскажу в этом их силу. Так, мы уже говорили тоже о том, что в России стремительно растет волна облав на призывников. Ловят везде, в барах, в кафе, в ресторанах, в компьютерных клубах, в мечетях, ну где только угодно. И вот еще один пример. Значит, в Армении российская военная полиция задержала гражданина Российской Федерации, отказавшегося отправляться на войну в Украине. То есть, что получается, Путин отдал приказ доставать пушечное мясо вот уже даже из-за границы, да. То есть таким принудительным образом возвращать российских мужчин, которые ранее выехали из России. Ну, он когда приходил к Росте, он говорил, в сортире найдем, в сортире замочим, да. Вот этим он и занимается поисками по всем сортирах тех, кто пойдет в итоге воевать на фронт. Мне очень интересно, как дали возможность армянские власти сделать то, про что вы говорите. Я тоже читал это сообщение. Вот это мне, конечно, крайне любопытно. А с другой стороны, может быть, в чем-то это даже и полезно. Потому что вот у нас существуют многие россияне, которые считают, что они могут убежать от этой войны. Надо не бегать от этой войны, а с ней бороться. Вот пока этот режим находится у власти, то небезопасность она будет сохраняться. Да. И еще один инцидент хочу обсудить с вами. Он произошел вечером 10 декабря в Санкт-Петербурге. Значит, группа подростков, детям 10, 12 и 14 лет, они забросали снегом вечный огонь. Он потук в итоге этой игры со снежками. Полиция установила личности детей, двое из них братья. Они приехали в Россию из Узбекистана. И вот теперь семьи должны заплатить штраф по 5000 рублей, да, каждая семья. А потом их всех выдворят из России. Мол, они нарушили правила въезда в страну, не встали, якобы, не знаю, правда ли, на миграционный учет. Так, что это? Ну, уже какое-то время подобная история продолжается. Такие показательные порки. И это, конечно, прежде всего сигнал для внутренней аудитории, не для внешних. Ну, во-первых, тема борьбы с мигрантами еще очень популярна. В России, ксенофобия и национализма в обществе очень высокий. В Питере и Москве один из самых высоких. В принципе, там еще в Воронеже тоже достаточно много таких столиц ксенофобии, антиминдранских. Настроение, поэтому это такое заигрывание. Но это еще и сигналы по поводу этого победобесия. Значит, что даже не думайте, даже вот никакого сомнения не может быть. Вот даже не может быть других мнений никаких. Все как один. А если что, вот видите, этих мы вообще готовы страны выдворить. Рано или поздно мы к вам придем. Но для вас выдворение страны будет вашей мечтой. А вас мы не выдворим. Мы вас в Сибирь пошли. Да. Или в армию. Или в армию, кстати, кратено. Спасибо, Илья, за эту беседу, за разговор. Спасибо, Илья Пономаревов был в нашем эфире. Создатель телеканала «Утро февраля». Бывший депутат Госдумы Российской Федерации. Всего хорошего. До новых встреч. Спасибо. Спасибо.